На Донбассе во время тушения пожара пропали двое бойцов ООС. В субботу, 5 сентября, во время тушения пожара вблизи Верхнеторецкого огнем, были отрезаны от личного состава двое военнослужащих объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Военнослужащие ВСУ совместно с представителями ГЭЧ и личным составом других подразделений объединенных сил, продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами на Донбассе. Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосова, Валуйского и Новгородского. За прошедшие сутки на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения. С начала текущих суток, 6 сентября, режим тишины сохраняется в полной мере. Среди личного состава объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Напомним, вчера главарь ДНР обвинил украинскую сторону в нарушении договоренностей и приказал боевикам атаковать укрепление ВСУ вблизи Шумов. В связи с этим Украина срочно созвала заседание ТКАК. Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко отреагировал на угрозы. Кравченко подчеркнул, что вблизи населенного пункта шумы, украинская сторона не оборудовала никаких новых инженерных сооружений и не нарушала никаких договоренностей. Он отметил, что украинские подразделения готовы нанести мощный удар в ответ.